Политика выплаты пособий в Вологодской области направлена на оказание помощи семьям, которые пребывают в тяжелой жизненной ситуации. Связано это с тем, что уже многие годы здесь наблюдается снижение рождаемости. Кроме того, из региона уезжает трудоспособное население. Чтобы удержать семьи в субъекте РФ, выплачиваются различные пособия на ребенка в Вологодской области. Федеральные пособия на ребенка в Вологодской области. Ко всем федеральным пособиям в Вологодской области применяется районный повышающий коэффициент 1,15 для Вологды и области, 1,25 для Череповца. Федеральные пособия выплачиваются семьям, проживающим по всей территории России, и никак не влияют на возможность оформления региональных выплат. На именование пособия сумма пособия по беременности и родом официально трудоустроенным, 100% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, или в размере одного МРОД – 7800 рублей, если доход был ниже МРОД, или страховой стаж оказался менее 6 месяцев. Официально безработным, состоящим на учете в Центре занятости, уволенным в течение предшествующих 12 месяцев из-за ликвидации предприятия, прекращения деятельности ИП или банкротства фирмы – 613 рублей 14 копеек в месяц. Студентам в размере стипендии. Неработающим не выплачивается. Единовременное пособие за постановку на учет в районной поликлинике или женской консультации, не позднее 12 акушерских недель беременности, 613 рублей 14 копеек, выплачивается тем же категориям женщин, что получают пособие по беременности. Иродам. Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350 рублей 33 копейки, выплачивается на каждого ребенка в отдельности всем категориям граждан. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет официально трудоустроенным. И уволенным из-за ликвидации или банкротства фирмы 40% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, но не ниже минимального размера и не выше максимальной суммы 23 089 рублей 4 копейки. Неработающим безработным студентам в минимальном размере 3065 рублей 69 копеек на первого ребенка, 6131 рубль 37 копеек на второго, третьего и последующих детей. Ежемесячная компенсация безработным матерям, уволенным во время пребывания в отпуске по уходу за малышом до 3 лет из-за ликвидации компании 50 рублей, в некоторых регионах в размере одного мрот, если ребенок третий и последующий. Читайте также статью «Пособие по беременности и родам» по уходу за ребенком до 3 лет в 2020 году. Региональный материнский капитал в Вологодской области. Размер материнского капитала в Вологодской области – 100 000 рублей для женщин, у которых появился третий по счету ребенок, рожденный или усыновленный, а также для отцов и усыновителей, супруга которых потеряла право на оформление. Выплаты – 200 000 рублей для женщин, родивших двойню, 500 000 рублей для семей, в которых родилась тройня. Подавать заявление необходимо в УЗ или МФЦ, а потратить средства разрешается на любые нужды семьи и ребенка. Льготы, компенсации и пособия на ребенка в Вологодской области для малоимущих семей. В перечень преференций для малоимущих семей входит компенсация оплаты проезда до женской консультации, место лечения или родов. Обращаться за возмещением расходов в сумме стоимости билетов могут беременные женщины, которые пользовались общественным пригородным, внутриобластным транспортом, автомобильным или водным транспортом. Подать заявление нужно в течение полугода с момента совершения поездки. Дополнительное единовременное пособие по случаю рождения ребенка 4,5 тысячи рублей или разница между суммой федерального и регионального пособия могут женщины, нетрудоустроенные, у которых не имеется законных оснований для оформления. Федерального пособия по беременности и родам студенты-учники уволены из-за банкротства и ликвидации фирмы не ранее одного года до момента подачи заявления. Подать документы нужно до достижения ребенком одного года. Второе пособие при рождении малыша от 2 тысячи рублей будет выплачено, если появился на свет второй или третий по счету ребенок. Также начисляется усыновителем ребенка в возрасте младше 12 месяцев. Оформить выплату следует до исполнения ребенку года. Ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 3 лет. Сумма в 10 613 рублей будет выплачена, если третий ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, пособие выплачивается за истекшие 6 месяцев, если обратиться до исполнения ребенку полугода. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет, 18 лет, если ребенок учится, выплачивается на ребенка из малоимущей семьи, на ребенка из семьи с любым доходом, если мать-одиночка воспитывает ребенка инвалида, или свич, если мать или. Отец не может устроиться на работу из-за необходимости присматривать за ребенком с инвалидностью. Размер пособия зависит от ситуации. 150 рублей на ребенка малоимущих родителей, 225 рублей на ребенка военного или ребенка, не получающего алиментов, 300 рублей на ребенка, воспитываемого матерью, одиночкой или в многодетной семье. Единовременная выплата в размере 3000 рублей на сбор в школу первоклассника. Обратиться можно в течение полугода после 1 сентября. Льготы, компенсации и пособия на ребенка в Вологодской области для многодетных семей. Среди таковых ежемесячное пособие многодетным матерям, 500 рублей в месяц, для женщин, зарегистрированных в Вологодской области, которые родили или усыновили как минимум 10 детей и воспитали их до трехлетия, подавать заявление можно. Когда самому младшему ребенку исполнится 3 года. Ед в семьям, в которых воспитывается как минимум 5 детей. Получатели матери, награжденные медалью материнства, а также отцы, которые занимались содержанием 5 детей и вынуждены были воспитывать их без матери на протяжении как минимум года. Оформлять выплаты нужно, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, если учится в ВУЗе. Размер выплаты зависит от количества детей в семье. 10 000 рублей за 5-6 детей, 15 000 рублей за 7-9 детей, 20 000 рублей за 10 и более детей. Пособия на покупку школьной и спортивной формы – 1500 рублей, и на оплату проезда в городском транспорте – 150 рублей. Занимается оформлением выплат социальный педагог учебного заведения. Предназначены пособия для многодетных родителей, воспитывающих детей школьного возраста. Средства на билеты в городском транспорте начисляются единожды в месяц, на приобретение формы единожды в 2 года. Бесплатное посещение культурных мероприятий единожды в месяц. Выплата на оплату питания во время школьных занятий. Предоставляется в размере 25 рублей за один день учебы малоимущим и многодетным родителям, а также детям, которые состоят на учете в туберкулезном диспансере. Ежемесячное возмещение расходов на оплату ЖКУ. Предоставляется многодетным родителям после полной оплаты текущих платежей по коммунальным услугам при условии отсутствия задолженности. Размер компенсации – 30% стоимости ЖКУ. Зачисление детей в детский сад без очереди. Ежегодное возмещение затрат на дрова и жиженый газ в баллонах многодетным семьям, проживающим в домах без центрального отопления. На дрова компенсация составляет 1440 рублей, на жиженый газ – 133 рубля на всех членов семьи в отдельности. Компенсация родительской платы за детский сад. Родители, вне зависимости от количества детей и величины доходов, могут обратиться за предоставлением компенсации за внесение родительской платы на обучение ребенка в детском саду. Размер возмещения составит 20%, если ребенок первый, 50%, если ребенок второй, 70%, если ребенок третий, четвертый и т.д. Какие документы нужны для оформления регионального пособия на ребенка в Вологодской области? Для того, чтобы получать региональные выплаты на ребенка, необходимо обращаться в местное отделение органов социальной защиты населения, заранее подготовив следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о назначении. Детского пособия в свободной форме паспорт РФ, ВНЖ, РВП для иностранцев и беженцев. ГУВМ ВД РФ, справка о регистрации в регионе подачи заявления, паспортный стол, свидетельство о рождении и усыновлении ребенка, на которого оформляется. Пособия органы ЗАГС, свидетельство о рождении и усыновлении других детей, органы ЗАГС, свидетельство о рождении ребенка без записи об отце или справка о внесении записи об отце со слов матери, для матерей-одиночек, органы ЗАГС, свидетельство. О заключении брака или расторжении брака, при наличии органы ЗАГС, справка о составе семьи, паспортный стол, больничный лист по беременности и родам, для оформления пособия по БР, районная поликлиника или женская консультация, справка. О ранней постановке на учет в женской консультации, для оформления разовой выплаты за постановку на учет в ранние сроки. У наблюдающего беременность гинеколога справка о размере среднего заработка за последние два года бухгалтерия по месту. Работы ФНСРФ, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или без записи с последнего места работы, справка о постановке не учет в Центре занятости населения, для безработных, уволенных из-за ликвидации или банкротства фирмы, Центр занятости. Население справка о неполучении пособия по безработице, пособия по безработице нельзя получать одновременно с детскими пособиями, Центр занятости населения, справка о том, что второй родитель не получал пособия УС, с места работы удостоверения. Многодетной семьи для многодетных родителей, УС справки о ежемесячных доходах всех членов семьи, для малоимущих семей, по месту работы, ФНСРФ, ПФР, ЦИС, по месту учебы справка о прохождении обучения в школе или университете, для школьников. Из студентов, по месту учебы заключение медика социальная экспертиза об установлении инвалидности для детей-инвалидов, Бюро М, справка об отсутствии места в ДОУ, для получения компенсации за отсутствие мест, детский сад по месту жительства. Справка о зачислении в детский сад и размере родительской платы, для получения компенсации части родительской платы, ДОУ договор о приеме ребенка на воспитание в приемную семью, для приемных родителей, органы опеки и попечительства свидетельства. О смерти или решении суда о признании человека пропавшим без вести, для детей, потерявших родителя, органы ЗАГС, секретарь суда, ксерокопия банковского счета или сберегательной книжки, читайте также статью, перечень документов для оформления. Детского пособия в 2020 году. Законодательные акты по теме. Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года, номер 3602 ОС об охране семьи, материнства, отцовства и детства, закон Вологодской области от 17 июля 2013 года, номер 3140 ОС о социальной помощи отдельным категориям граждан в целях реализации права. На получение образования постановление правительства ВУАД 23 января 2017 года, номер 59, о ежемесячной выплате на третьего и каждого последующего ребенка, постановление правительства ВУАД 19 июня 2017 года, номер 543, о порядке оплаты стоимости путевок для. Организация отдыха детей за счет бюджета региона, постановление правительства ВУАД 27 июня 2011 года, номер 737, о порядке предоставления единовременного пособия в связи с рождением, усыновлением третьего ребенка и последующих детей типичные. Ошибки. Ошибка. Родители, отказавшиеся от ребенка, пытаются оформить региональное единовременное пособие при рождении малыша. Комментарий. Матери и отцу, отказавшимся от своего ребенка, данное пособие не положено. Ошибка. Многодетные родители желают получить материнский региональный капитал после рождения третьего ребенка, когда они были лишены родительских прав по отношению к первому ребенку. Комментарий. Дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав, не включаются в общее число детей при решении вопроса о предоставлении регионального материнского капитала. Ответы на распространенные вопросы про пособия на ребенка в Вологодской области. Вопрос номер один. Могут ли оформить ежемесячную денежную выплату многодетные родители, воспитывающие 10 детей, если они были лишены родительских прав в отношении всего один ребенка? Ответ. Нет. В такой ситуации выплаты родители лишаются. Вопрос номер два. Предоставляется ли на территории Вологодской области компенсация за отсутствие места для ребенка в детском саду по месту жительства? Ответ. Нет. В Вологодской области подобных выплат не предусмотрено. Видеосоветы. Какие пособия и выплаты на детей будут в 2020 году? В видео раскрывается информация, касающаяся пособий и выплат на детей в 2020 году, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, новое пособие на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.